Тема, которую мы анонсировали накануне в нашем эфире, действительно сложная, проблематичная, но о ней говорить нужно, потому что это может коснуться каждого из нас. Как бы мы ни говорили, что нет, это не наша проблема, нет, это не наша тема, но отворачиваться от нее не стоит. Поэтому предлагаем на ближайший час нашего живого эфира, мы работаем, напомню, в прямом эфире, остаться у кранов телевизоров для того, чтобы для себя какие-то выводы и какие-то пометки, заметки сделать. Это точно. Есть темы, которые периодически в средствах массовой информации возникают. Наш сегодняшний эфир не исключение. Наверное, мы всегда боремся со злом, с искушением, с тем, что ухудшает и наше качество жизни, и иногда даже чревато потери близких нам людей и собственной жизни. Об этом сегодня будем говорить. Много есть вещей. Проблема зависимости, о которой мы сегодня будем говорить, пока не раскрою всех кадров, скажу так, она очень важна. И последние, скажем так, замеры показывают, что проблема зависимости алкогольной, наркотической молодеет. Последнее время об этом мы сегодня тоже, кстати, в нашей статистике поговорим. Но по последним данным мы, конечно, это еще покажем крупно на видеоэкране, но вот хочется предвосхитить и рассказать, цифры есть буквально накануне, на 21 ноября, по итогам того момента, что прошло с начала 2022 года. Вот, знаете, возраст отравившихся и алкоголем, и наркотиком, несовершеннолетних, абсолютно молодых членов нашего общества для Нижегородской области, я считаю, много. Здесь 23 мальчика и 14 девочек. 18 лет, если мы возьмем, то это 6 человек, если 16 лет, то 7 человек, ну и так далее. Вот даже, знаете, 12-летние попадаются на эту неприятную удочку, и таковых у нас на 21 ноября 2 человека. Да, действительно, сегодня есть и возможности для медицинской реабилитации, есть и много медицинских программ, которые помогают людям вернуться к нормальной жизни, об этом мы будем сегодня говорить. Но, вообще, знаете, удивительная тема нашего сегодняшнего эфира созвучна событиям, которое накануне произошло, в минувшие выходные в Нижнем Новгороде, вернее, в его культурной жизни. Для тех, кто следит за премьерами, которые показывают в нижегородских киноплощадках, показ фильма под названием «Родитель» наверняка стал откорением. Мы с тобой этот фильм смотрели. Замечательный. В одной из главных рай играет российский актер Михаил Париченков. О чем фильм? О том, что есть некая группа родителей, которые столкнулись с проблемой наркотической зависимости у своих детей и вот сами, как могут, как представляют, пытаются эту проблему решить. Место действия, кстати, город Санкт-Петербург выбран. Поэтому, если вы видели этот фильм, ну, наверное, вы будете больше понимать, о чем сегодня речь пойдет. Если вы этот фильм не видели, то несколько кадров мы можем вам показать прямо сейчас в нашем прямом эфире. Мы были нормальными. Были. Это все из-за тебя. Я так больше не выдержу. Сделай что-нибудь. Не дурь берешь! Вы что, вы меня с кем-то попутали? Стой! Это все. Вот наши дети, мы родители в конце концов. Мы еще сегодня к этой художественной линзе вернемся обязательно в нашем прямом эфире. А пока, раз уж ты, Оксана начала говорить языком цифр, языком статистики, давай ее каким-то образом визуализируем. Все-таки мы на телевидении находимся и покажем цифры, которые на самом деле страшные цифры. Ну вот, для меня, человека, который уже много лет работает в медиа, они всегда каждый раз стаются страшными. Но, тем не менее, их нужно озвучивать и, тем не менее, проговаривать. Даты крайние по этой выборке мы ставим 21 ноября 2022 года. И вот за этот год число несовершеннолетних, поступивших в медицинские организации с отравлением, мы говорим сегодня про Нижегородскую область. Так вот, отравление алкоголем у несовершеннолетних 17 количества. Наркотические вещества и в том числе есть такая смешанная история, где алкоголь и наркотики. Таких 13, вот 4 из них это просто и наркотики, и алкоголь. Да, отравление, это медицинский термин, на котором мы сегодня говорим. Неизвестные вещества 5 человек. И курительные смеси 2 человека. Да, более чем статистика впечатляет. Давайте пойдем дальше. Вот ты сегодня говорил о возрасте. Мы говорим о том, что действительно проблема зависимости алкогольной и наркотической молодеет. Но вот просто посмотрите возраст тех, кто был зарегистрирован в медицинских организациях. То, о чем мы говорили буквально некоторое время назад. Меня шокирует нижняя строка. 12 лет. 12 лет это дети, которые почти ровесники моей младшей дочери. Я просто с трудом представляю эту картинку. Мне уже где-то в подсознании, в подкорке крутится, как такое могло произойти и что можно сделать. Так вот, 12-летних 2 человека. Да, и что отдельно вызывает, скажем, пищу для размышлений. Вот возраст 15 и 16, очевидно, если смотреть в этой статистике, возраст как раз, когда не только с алкоголем, но и с наркотиками сталкиваются подростки. Мы сейчас говорим о нижегородских подростках. 5 случаев у людей в возрасте 16 лет и 7 случаев в возрасте 15 лет. Они дети же еще совершенно. Мы понимаем, что эта проблема молодеет. И если, как у нас принято обычно говорить, в школе хулиганят только мальчики, то здесь, к сожалению, в статистике мы видим и девочек. Вот из тех цифр, что мы видим на видеоэкране, 23 мальчика и 14 девочек, которые уже употребляют наркотики и алкоголь. Перейдем к следующему информации по географии. Может быть, многие сейчас задумывались, а как у них на той территории, где они живут, в том районе Нижнего Новгорода или Нижегородской области, как обстоит ситуация. Снова обращаемся к сухим цифрам статистики. Но здесь хорошо видно, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству зарегистрированных отравлений алкоголем и наркотиками. Это Автозаводский район и Приокский районы. Здесь официально зарегистрированы по 4 случая. Да, остальные делаются по одному случаю. Ну и в области, в общем-то, таковы случаи тоже регистрируют. Да, вот еще раз, мы на первое место выводим Автозаводский и Приокский район, как это показывает статистика. Ну и в Дзержинске и в Богородском районе тоже случаи таковые фиксируются. Видите, ну лидер Нижний Новгород, Нижний Новгород остается лидером, к сожалению, в этой теме таким печальным. Но, тем не менее, в область тоже эта проблема проникает. Но, друзья, мы говорим тоже про цифры, которые только официально озвучены. На самом деле цифры, я думаю, гораздо больше и даже не хочется об этом говорить. Но давайте еще и по тем цифрам пройдем, что эпизодически употребляют и состоят на учете наши подростки. Вот только подумайте, да, это опять же, речь идет о тех, кто официально зарегистрирован, около двух тысяч детей. Мы сейчас говорим о несовершеннолетних, еще раз подчеркиваю, две тысячи человек. Зависим от алкоголя, 1704 ребенка, да, вот здесь эта статистика отражена. Ну, а наркотики, в том числе токсикам, они 246 человек. Повторяем, речь идет только об официальной некой статистике. Цифры шокирующие. Эти цифры обязательно мы обсудим в эфире с экспертами чуть позже. Обязательно каждому родителю дадим в эфире инструкцию, как действовать, если есть хоть какие-то минимальные подозрения. Что можно делать и что стоит предпринимать, а чего стоит опасаться. Как вести себя в том случае, если кто-то из ваших знакомых или родственников столкнулся с проблемой наркотической зависимости? Какие номера телефонов вбивать в свою телефонную книжку? Кому обращаться? Кто вообще может дать какие-то советы? И если, как говорится, в таких случаях обратный путь в нормальную жизнь, об этом мы сегодня говорим в нашем эфире. И в нашей студии люди, которые, наверное, нам сегодня помогут понять все вот эти тонкости, нюансы, темы. И, наверное, для наших каких-то зрителей, ну, обозначить некий маршрут. Потому что эти люди вот когда-то были в том числе в статистике, которую мы показали сегодня в эфире. Люди, которые были наркозависимыми. Это Владимир Кузнецов, Антон Трубецов. Ребят, приветствую вас. Ребят, здравствуйте. Здравствуйте. А вот то, что мы сейчас сказали, вот это как-то неприятно в сердце оттолкнулось? Были когда-то наркозависимыми? Ну, да. Это заставляет задуматься. Действительно, на сегодняшний день очень высокая проблема от наркомании среди молодежи. И это, ну, никому не секрет. Вот что делать с этим вопросом на самом деле? Вот с этим мы будем разбираться. Антон, а как вот тогда, много-много лет назад оказалось, что вы в числе наркозависимых? Ну, было все довольно-таки классически, скажем так. Была школа, был спорт. Вот. И в какой-то момент я помню, как с ребятами где-то за школой мы пошли, покурили там. Сначала это были сигареты, потом это был алкоголь. И потихонечку, помаленечку все свелось к тому, что я начал, грубо говоря, инъекционно употреблять. Ну, там буквально месяц-два прошло небольшое количество времени. И вот так вот я года 3-4 провел вот в этом омуте своей жизни вот это время. 3-4 года это весьма-весьма много. Казалось бы, в такой срок уже не все задумываются о том, чтобы остановиться и найти какой-то смысл возвращаться к нормальной жизни, бороться с самим собой прежде всего. У вас это получилось? Конечно, да. Ну, благодаря, скажем так, возможности, что есть квалифицированная помощь, да, моя мама узнала об этом, предложила. И я поехал, прошел программу. И потом как-то так получилось, что я сам понял, что я вот хочу этим заниматься. Не сразу, конечно, но через какое-то время понял, пошел, отучился в институте. И вот сейчас занимаюсь, скажем так, тем, чем когда со мной, когда ты этим занимался. Вот Антон уже все рассказал и предвосхитил наши слова, потому что теперь герои нашей программы мы должны представить абсолютно по-другому. Владимир Кузнецов, руководитель реабилитационного центра, и Антон Трубицин, педагог-психолог. Вот, ребят, много лет прошло, вы теперь с другой стороны. Помогать как? Сложно? Ну, когда ты сам понимаешь, что ты делаешь, и делаешь это с любовью, и делаешь от сердца, то у тебя это не забирает столько энергии, как ходить на работу, допустим. Это просто становится как определенным образом в жизни. И ты сам от этого получаешь удовольствие, эмоцию, и видишь, когда приезжает вот человек без желания, он приехал, не знаю, посмотреть, пообщаться, мы его уговорили остаться, он остался через месяц, он развел, через два у него появилось какое-то желание, цель, и потом он начал двигаться там, вместе с нами развиваться. Вот это вот очень здорово. Ребят, мы вот в начале нашего эфира начали говорить о фильме «Родители». «Родители» успели посмотреть фильм, потому что свежий буквально этого года. Насколько пронзительно сыграли актеры родителей детей, которые оказались в зависимости, насколько активно они принимали действия. Одним из главных действующих лиц был актер Михаил Пореченков, он с нами прямо сейчас на видеосвязи, как нам подсказывают наши коллеги. Михаил, если вы нас видите, слышите, дайте нам знать в эфире, очень хотим с вами поговорить прямо сейчас. Вот теперь я слышу, дело в том, что нахожусь на съемочной площадке, вы меня слышите? Да. Поэтому здесь нужно прерваться, связь. Вот я в гриме, в костюме. Мы готовы к любому поводу. Вообще, на самом деле, всегда с Михаилом Пореченковым в нашем эфире хочется встречаться с фразами, как давно не виделись и когда следующий кинофестиваль «Горький фест» у нас в Нижнем Новгороде. Но сегодня тема абсолютно другая, и это фильм «Родители». Фильм очень сложный, на одном дыхании, конечно же, смотрится, но очень заставляет переживать, сочувствовать и все это проживать на одном дыхании. Сложно было вжиться в эту роль, роль родителей. Михаил. Ну, я сразу скажу, что мы с Владом давно задумывали эту картину. Сейчас, секундочку, мы на площадке находимся. Это же история, та, которая была в нулевые годы, произошла в Санкт-Петербурге, поэтому все это проходило по-настоящему. Это были тяжелые времена, когда молодежи и взрослым нечем было заниматься. Это от беззанятости и от той свободы, которую нам якобы подарили. Тяжело, но сами съемки тяжелые, потому что ситуация тяжелая. Мы говорим о том, что гибнут дети и как их спасать. Они действительно гибнут. Михаил, мы знаем, что актеры, чтобы вжиться в роли, действительно отыграть так. Я не знаю. Мне кажется, ваш персонаж периодически вызывал желание пустить слезу. Так или иначе, потому что смотрели на эти муки и метания человека. Для того, чтобы эти эмоции воплотить. Вы читали какие-то истории еще? Может быть, смотрели какую-то статистику? Может быть, общались с людьми, которые оказывались в похожей ситуации? Нет, я учился в театральном институте для этого. Пять лет. Такая очень простая вещь. Ну, мы долго до этого разговаривали с Владом. Мы понимали, о чем мы говорим. Потому что все это происходило на наших глазах. Мы помним все эти ситуации. Все проходило... Ну, мы были, если не свидетелями, не соучастниками, то свидетелями этих событий. Поэтому вспомнить это врезалось в память. И вспомнить это оказалось не так уж и сложно. Михаил, ну вы же тоже отец. Переживаете, что ваши дети могут оказаться на месте вашей киношной дочери? Не дай бог. Ну и вот сегодня мы пытаемся в нашем сегодняшнем эфире найти некий ответ на вопрос. Как нам всем, обществу, и средствам массовой информации, и людям из медицины, и простым зрителям, как себя вести, как можно нейтрализовать эту проблему? Искусством, я не знаю, какими-то более, может быть, решительными действиями. Каков ваш взгляд на эту проблему? Наверное, рецепта готового не существует. Ну, во-первых, нужно любить своих детей, нужно интересоваться их жизнью, и как можно меньше оставлять свободного времени. Да, это совет полезный. Я думаю, для многих он, может быть, что-то и изменит. Спасибо большое. Благодарим. Михаил Паришенков был с нами на видеосвязи. Говорим о фильме «Родители». Очень рекомендуем его посмотреть. Режиссер Влад Фурман. Михаил Паришенков играет роль отца дочери, которая тяжело наркозависима и пытается распутать клубок. Чем закончится? Этот фильм узнаете только после того, как его посмотрите. Ребята, сейчас прозвучал совет от Михаила Паришенкова. Он спорный, может быть, я не спорю. Давать меньше свободного времени молодым людям, прежде всего. Вы с этой диспозицией согласны? Нет, Владимир? Я согласен полностью. Ребенок должен, пока у него заложено природой, что он должен развиваться, расти, гибкий ум, он должен, обязан даже, выполнять определенные требования. Это спорт, учеба, какие-то цели развития, хобби, максимум загруженности, чтобы не было принадлежности к деструктивным компаниям. Потому что начинается все со школ, дают попробовать, покурил. И это все от чего? От того, что нет интереса. То есть ребенок, он не понимает, для чего он живет и куда он двигается в жизни. И вот из-за этого приходит на эту пустоту наркотик и прочее. Я вспоминаю себя в этом школьном возрасте. Город был небольшой, разные были истории, в том числе с наркозависимостью. Я помню отчетливо, может быть, почему я не встретился с наркотиками. Мне было страшно. Мне было страшно не то, что попробовать. Я даже, извините, когда шприц видел валяющиеся где-то там на дороге, я просто обходил, потому что, не дай бог, я на это наступлю, и все, я окажусь зависим. Страх в этой истории помогает? В каких-то случаях очень нейтрален такой этот вопрос. Я даже до сих пор боюсь, на самом деле, я подумал сейчас, я боюсь того. Кому-то помогает, кому-то нет. Тут очень важен вопрос еще личности, на которой ложится эта ситуация. Потому что есть люди, которые действительно на этом страхе держатся, всю жизнь не употребляют, даже не пробуют. Есть люди, которым не объяснили, которые не слышали. И действительно таких случаев мы встречаем. Казалось бы, я в свое время тоже знал, что это плохо и это страшно, от этого гибнут люди, но все же это не остановило, потому что, я говорю, есть такой трамплин, не сразу все начинают с тяжелых веществ. Есть такие вот там, начинается все с никотина, алкоголя, которые, в принципе, не так страшны, да, как те же самые инверсии. Казалось бы, ничего страшного. Конечно, и это все формирует такую вот дорожку, трамплин, который в дальнейшем человека подсаживает на более тяжелые вещества. Это целый мир. Такое лукавство, ничего страшного не будет. Сейчас попробуй. Еще вот это, я в любой момент могу перестать. И поначалу действительно ничего страшного. А потом уже через какое-то время тебя накрывают проблемы физические, психические, ну и разрушение личности. Антон, Владимир, совет. Как выстроить правильно отношения родителя и ребенка? Потому что многие сейчас говорят, что проблема у детей от гиперопеки родителей. Родители отвозят детей в школу, забирают из школы, сами возят кружки. Мы с вами самостоятельно ходили в школу, давайте вспомним, да, сейчас немножко по-другому. Потом контролируется каждый шаг через телефона. Мы видим по локатору, где находятся наши дети. Иногда наоборот говорят, что родители не обращают внимания на детей, потому что родители заняты одной работой, второй какими-то своими увлечениями. Вот где правильные отношения, взвешенные между родителем и ребенком? Сложный вопрос, мне кажется, Антон. Ну, да ладно, да. Я попробую на него ответить. Действительно, такая проблема есть. Раньше было принято считать, что отсутствие семьи является как раз-таки такой потребностью к этому всему, влечению к этому всему. На самом деле и гиперопека, да, про которую мы сейчас с вами говорим, она тоже вредит человеку, да, в стадии его формирования. Вот это вот слияние, гиперслияние мамы там с сыном или отца, с дочерью, ну, родственников, оно мешает как раз-таки человеку раскрыться. У него смещаются эти границы, и ситуация в том, что они не могут жить своей жизнью. Ни мама, ни сын. То есть мама, уходя на работу, думает об этом, там, да, провожая в школу, а как у нас что там, да, и получается вот такая ситуация, и, честно говоря, вот у меня такая же примерно ситуация с мамой. Если я куда-то там иду, она может позвонить и спросить, вот до сих пор вот такая ситуация. Мама всегда стоит с мамой. У меня есть информация, да, и я в этой сфере, как раз-таки, когда работаю, я понимаю, что и как, да, то есть я это такой, с ответственностью к этому отношусь, я слушаю, да, ну, вот как-то так, любя все это дело, ладно, мам, хорошо, давай пока. Здесь вот такая. Но это действительно есть, это человеку вредит, и в конечном итоге он вырастает, вот, как говорится, несамостоятельным, безответственным, и, само собой, шансы закрыть вот эту пустоту, которой у него не было, потому что все забирали родители, и его нету просто, и он туда вот может провалиться, безусловно. Владимир, ваша история борьбы, так сказать, смены, да, вот линии фронта, как вы теперь помогаете людям, которые попадают в зависимости и так далее, началась с того, что вы организовали форум в интернете, да, в сети, где просто начали делиться какими-то статьями, историями, да, и постепенно вот некая комьюнити выросла после этого. Вот в какой момент вы решили, что вам есть что сказать миру, есть что сказать людям, которые с похожей ситуацией, что стало, скажем так, финальной отправной точкой? Ну, наверное, доверие подопечных наших, потому что у нас формат реабилитации, он открытый, ребята сами приезжают, сами остаются, видно, как они доверяют, хотят хотя бы подойти, вот, знаете, как пообщаться с нами, потому что мы тоже когда-то через это все проходили, но у многих нет веры в это и понимания как, потому что он, допустим, ему там 23 года, из них три проупотреблял, там до 18 что-то курил, выпивал, и сейчас он не понимает, он даже опыта жизни не имеет, и по большому счету ни образования, ни навыка, ничего нету, а желание-то жить есть, желание развиваться есть, а понимания, то есть навигации нету. И, соответственно, мы вот дошли до такого, как момента, когда у нас большой выпуск, большая команда, ребята все активно включены, и мы хотим просто вот поделиться, помочь окружающим, вот выбраться из этой проблемы, и в этот момент и был создан форум, чтобы было живое общение, у нас часть реабилитации вообще выведена вот на эту площадку. Вы ожидали, что будет такой отклик? Потому что мы захотели, очень много тем, очень много людей, которые, да, и продолжают, и мы сейчас с вами общаемся, они продолжают там общаться. Вообще человек сколько? На форуме, да, задействованы, общаются, зарегистрированы. Там больше 500 тысяч зарегистрированных. Вот это да. Общаются там, ну, меньше, конечно, человек, но там приходят, кто-то спросит, пообщается, уйдет, кто-то вовлечется, будет общаться дальше, кто-то получит помощь, будет общаться, выйдет из этого, будет также помогать. Мы даже этого человека можем не видеть ни разу в жизни. Мы сейчас хотим в декабре организовать день открытых дверей на нашей площадке и пригласить. Вот у нас есть такой формат, как онлайн-воспитатель, чтобы они приехали хотя бы, чтобы мы вживую познакомились. Увидели друг друга, наконец-то. Да, какую-то цель организовали, какое-то мероприятие, вот, и, ну, чтобы увидеть, вот, контакт был визуальный. Ну да, это тоже важно, потому что... Мы уже пришли к разговору про реабилитацию. Ребят, вот реабилитация, которая была 10, 20, 30 лет назад, отличается от того, что практикуете вы сейчас? Это совершенно другие какие-то программы? Потому что все наслышаны, есть программа «12 шагов», да? Вот, мне кажется, только ленивые об этом не слышали. Ну, кто более-менее, да, эту тему знает? Нет, понятное дело, вот, меняется наркотик, меняется реабилитация. От этого тоже зависит? Нормальная реабилитация, об этом говорим. Вот, соответственно, конечно, если брать вот фильм и историю, там, Михаила Пореченкова, да, то ситуация, это был героин. Сейчас совершенно другое поколение наркотика, другие симптомы, другие проблемы. То есть там нет уже сроков таких употреблений. Там человек привыкает буквально с одного употребления. Вот сейчас такая синтетика идет. И они выходят из этого состояния. То есть если ты приехал, тебе достаточно там две недели, несколько дней войти в процесс, то тут может он только два месяца, вот, психика, устанавливаться на место. То есть получается, что как раз программа реабилитации, она становится более индивидуальной, более такой выборочной и сильно зависящей от того, кто попадает, да, в реабилитационные центры, от того, что это за человек, а какова его история, да, Владимир, как я понимаю? То есть вот этот момент вы учитываете в своей работе? Безусловно, а как по-другому? Мы же человек личный. Я объясню, почему спрашиваю. У многих людей, которые, может быть, не сталкивались, да, есть представление такое, что вот есть какая-то некая универсальная методика, ты приводишь, отдаешь человека в реабилитационный центр, там с ним делают какие-то вот примерно универсальные одни и те же действия, все, и все ждут результата, да. На самом деле тема намного сложнее, вот об этом мы сегодня говорим. Антон, успех реабилитации больше от кого зависит? От реабилитационного центра, куда попадают ребята, от их какого-то внутреннего стержня и желания выздороветь, от окружения, от семьи, которая должна поддерживать тоже в этот момент и поддерживать и во время реабилитации, и после. Вот все эти составляющие, кто на первом месте, кто на втором, или это работает только в совокупности? Безусловно, это комплекс, да, но я бы выделил, конечно, если мы имеем качественную реабилитацию, качественную площадку, если мы имеем желание человека приехать туда, то не будем забывать, конечно, об окружении. Я считаю, что основная задача, потому что мы свою работу знаем, в принципе делаем ее неплохо, зависимый часто тоже попадает в наши учреждения, но вот основная проблема, это проблема с родственниками, которые не хотят, которые считают, что у них нет проблемы, хотя вот даже я опираясь на фильм «Родитель», там прозвучала очень такая хорошая фраза, я ее запомнил, когда в разговоре между людьми «Мама права, я мало занимался, я был на работе». Ну, то есть там вот человек дает понять, что он отчасти тоже виноват в том, что его дочь зависимо оказалась в этой ситуации. И вот у нас такая же картина. Чаще всего, сложнее всего для нас это работать с самими родственниками, которые работают, которые считают, что вот мы вам его отдали, делаете с ним что хотите. Вы же специалисты, да. Хотя сама проблема, она сформировалась в семье. И, соответственно, участники, которые создали эту проблему, они должны ее решать. А мы, безусловно, помогаем и поддерживаем им в этом. То есть нельзя сказать, что на нас там прям вот полностью все, но, безусловно, это комплекс, потому что без хорошей площадки родитель сам самостоятельно не сможет, безусловно, это сделать, потому что у него нет ни образования, ни навыков, ни возможности там, что, как делать, куда пойти. Для многих, мне кажется, людей то, что вы сейчас говорите, это открытие, потому что, оказывается, и от родственников многое зависит, не только вот в плане попадания в историю наркозависимости, но и дальнейшей реабилитации. Продолжаем сегодняшний наш эфир, посвященный проблеме борьбы с зависимостью, наркотической прежде всего. Вот если вы этой проблемой не видите, не замечаете, не говорите, не обсуждаете, она все равно существует. Наша сегодняшняя как раз задача, ну, может быть, дать больше просвещения, больше информации по этому поводу. И у нас есть еще одна история про молодой человек, который родился в Подмосковье, у которого полная прекрасная семья, который сам активно занимался спортом, вольной борьбой, был многократным чемпионом Подмосковья и даже выходил на Центральный федеральный округ. Для, может быть, людей, которые бы слышали эту историю из наших рук, это хорошая история успеха, да, казалось бы, благополучная история, но, тем не менее, человек оказался в такой ситуации, когда был подвержен зависимости. У нас в студии еще один человек появился, это Владислав Лукьянов. Владислав, это было о вас, вся эта история. Вот вы сейчас слушали, да, как-то задумчиво так прокручивали все это еще раз. Вспоминайте, как все это происходило, наверное. Вспоминаю, да, приветствую всех, вот. Ну, было замечательно. Вообще, вот даже сейчас как-то вот вы это сказали, это как будто так давно было, как будто уже не про меня. Вот столько всяких событий после этого всего произошло. Просто вот было замечательно. Влад, ну, у вас были же моменты, когда выходили из кризиса, в армию сбежали, да, для того, чтобы в какой-то степени и себя спасти, да, год трезвости. Вернулись и опять попали в эту яму. Вернулись, все по-новому, и наркотик чуть поменялся, он стал более жесткий, опасный, и меня затянуло еще сильнее, гораздо быстрее деградация происходила. А что победило? Окружение, в которое вы вернулись? Да, скорее всего, не окружение, а непонимание. То есть я ушел в армию, по сути, наркоманом, вот. Я и вернулся таким же наркоманом, ничего не поменялось. Просто не было выход на вещество. Но вы сейчас вот два года не наркоман. Вы в статусе не наркоман себя воспринимаете? Себя конкретно, да, воспринимаю, что я не наркоман. Почему? Я не употребляю психоактивные вещества, ну, алкоголь, понятное дело. Нет у меня никаких паттернов поведения, которые присущи наркоману. Вот за собой не замечаю, и ребята, кто со мной контактирует, тоже не замечают. Влад, а если честно, вот вам бы кто-то из окружения встретился и предложил, Влад, а пойдем, там, ну, я не знаю, курнем, нюхнем или еще что-то сделаем. Как бы вы смогли отказаться? Бывали такие предложения, вот. Я просто сменил свой город, вот, в котором живу. Бывали такие предложения, меня находили там в новых моих социальных сетях, вот. Вот, и, ну, предлагали, спрашивали, когда я буду в городе, а может, встретимся, пересечемся. Есть соблазн встретиться и пересечься? Я просто по-честному все объяснил, то, что я прошел реабилитацию, что мне это уже неинтересно. Дал выход, да, дал номер телефона, что тоже можно выйти из этого, все. На этом общение мое прекратилось, я не стал человека убеждать в обратном, да, что ему это тоже не нужно. Просто я дал ему выход, все. И общение мое прекратилось, как такового соблазна не было. Да, ну вот, мы уже говорили об этом, мы с Антоном, мы с Владимиром, всегда есть какой-то такой спусковой крючок, после которого принимается решение. Все, это не при меня, я буду другим, я постараюсь там вернуться, да, изменить свою жизнь. У вас, Влад, какой это был спусковой крючок? Кто или что, может быть, да, вот? Скорее всего, кто? Скорее всего, это, ну, моя мама, вот. Я просто видел, насколько ей... Больно? Больно, и насколько ей это вот ужасно. Просто вот единственный, наверное, человек, который... На которого я мог реагировать, да, как-то воспринимать, это вот была мама. Ни отец, там, ни друзья, ни правоохранительные органы. Я, ну, никого не боялся. А вот я очень боялся, что мать придет на квартиру, где я ее потребляю, откроет дверь и увидит меня вот в непонятном состоянии. Что вы опять расстроите маму. И я вот увижу слезы. И вот этого я просто, у меня всегда вот была вот эта страшная картина перед глазами в момент употребления. И уже перед реабилитацией эта картина вот вот каждую секунду я употребляю, у меня картина эта перед глазами. Я все, я уже, ну, я не могу просто. У меня нету никакого удовольствия вообще. Вот знаете, Влад, о вашей маме, Лии Владимировне, тоже очень больно. Она призналась нам до эфира выходить сейчас в эфир. Потому что она хотела бы выходить с нами в эфир, наверное, по каким-то другим поводам. Когда вы стали бы, ну, чемпионом в вольной борьбе или еще что-то. Но она согласилась с нами пообщаться. Я считаю, что с ее стороны это тоже большой подвиг. Лия Лукьяновна с нами сейчас на видеосвязи. Мама Влада. Лия Владимировна, добрый день. Спасибо вам, что нашли силы и возможность сегодня быть с нами. Потому что история, может быть, которую вы расскажете, поделитесь, она, может быть, для многих тысяч и тысяч наших зрителей, тоже даст какой-то луч надежды, позитив и желание двигаться вперед. Вы сами помните тот момент, когда вы впервые узнали, что ваш сын попал в зависимость, употребляет так или иначе. Что происходило тогда? Какие были ваши первые мысли и эмоции? Да, смотрите, я именно с этой целью и согласилась. Потому что проблема настолько острая, настолько хитрая, настолько завуалированная, что многие люди, так же, как и я, думают, нет, это не про меня, ну что вы, у нас так все благополучно. Но быть этого не может. Она прячется, она настолько незаметна, что годами можно жить в иллюзии, что все замечательно. Заметила я это уже, можно сказать, слишком поздно. Потому что в подростковом возрасте существуют такие проблемы, когда ребенок там что-то ищет, сам себя познает, противоречия, и ты все на это списываешь. Казалось, так все благополучно, он встречается с замечательной девочкой, мы ей полностью доверяем. Но все это казалось, это все казалось. Там была, можно сказать, это была та стена, за которой он прятался. Это была вуаль. И вообще много лет это все незаметно. Это все, кажется, какие-то особенности. Что-то у человека, что-то его расстроило, что-то не получается. Поэтому... Но каких-то подозрений и сомнений не было очень долгое время. Казалось, что это обычные подростковые проблемы. Даже не было мыслей никаких вообще много лет. Когда он пошел в армию, даже была гордостью. Какой молодец, какой патриот пошел в армию. Совершенно не понимали, что это было с целью какого-то спасения. А вот уже после армии... После армии уже... Ну, опять же, это все тоже было непонятно. Думали, ну что такое? Что-то с головой у парня. Как это же за вреней или что? В армии там... Что-то не то с головой стало казаться. А вот что это употребление, такого не было. Отказались верить. Ну хорошо, когда вы уже поняли, что все, надо Владу спасать. А были какие-то разговоры, что... Влад, пойдем на реабилитационную программу. Давай что-то делать. Он слышал вас. Были разговоры, были поиски. Во-первых, нужно было себе это понять, объяснить, доказать. И вообще понять, куда кинуться. Это, знаете, это как онкология примерно то же самое. Ты думаешь, куда бежать? Куда? Что? Как лечить? Надо все узнать про эту проблему. Начались поиски информации. Информация очень сумбурная и очень много. Она очень разноплановая. Это изучение длилось долго. Потом были такие препоны в качестве родных и близких, которые говорили, не лезь, он взрослый, он сам разберется, оставь его в покое. Это его выбор. Сейчас я могу сказать всем и каждому, родителям в особенности, это не выбор. Это роковая ошибка. Когда ребенок встает на тонкий лед на озере, он не планирует утонуть в этом озере. Он просто, ему любопытно, как там этот лед, его выдержит, не выдержит. Это вообще не выбор. Абсолютно. И наше бездействие и безучастие может быть фатальным. Мы можем и как потерять его, так еще, знаете, потерять это одно. А вот то, что он причинит вред окружающим, это гораздо хуже. Для меня это гораздо хуже. Лея Владимировна, вот Влад сейчас в состоянии ремиссии уже два года. А в голове у вас есть сомнения и переживания, что опять сорвется? Он не просто в ремиссии, он в этом процессе. Он занимается реабилитацией других. Когда ты видишь вот это все каждый день, помогаешь другим и работаешь в этой сфере, то мысли эти все меньше и меньше. Потом я хорошо знаю Володи и Антона, вот этих людей лично с ними знакома, лично приезжала в центр не раз и знакомилась с ребятами, с реабилитантами. Поэтому я эти мысли, даже если когда-то что-то произойдет, это все не вернется на тот уровень, потому что в первую очередь лечится не тело, лечится голова, лечится душа, мозг. Он должен быть чистым. Тело это все так вторично-вторично. Вот если твой мозг чист, если он понимает, что что-то исходит, тогда процесс, наверное, скорее всего, 99% у человека с нормальным интеллектом, он не пойдет вспять. Да, спасибо, что вы это сейчас нам рассказали. Влад отдельно, мне кажется, вам благодарен внутренне за то, что он в свое время остановился, осознал, и сейчас по другую сторону находится вот этой линии фронта. Влад, я пожму руку вам, если можно, отдельно за эту историю в прямом эфире, потому что я понимаю, какой это смелый поступок с вашей стороны все рассказать. Илья Владимировна, вам спасибо огромное. Будем надеяться, верим и уже не сомневаемся, что действительно Влад благодаря вашей поддержке будет здоровым человеком. Влад, просто мы не имеем права теперь подвести маму, да? Вот после всего того, что она сказала, ну просто действительно ни шага назад, да? Так точно. Ну вот, друзья, мы, конечно, говорим и о каких-то историях, которые в нашей студии сегодня, да, они успешно так или иначе развивались, но есть и в стенах реабилитационного центра истории и другие, к сожалению, когда люди приходят искренне готовы меняться, искренне готовы работать над собой, но не выдерживают, уходят, да? Но они тоже говорят про родителей, насколько родители важны во всей этой истории, во всем этом процессе реабилитации. Дадим слово Евгению, который тоже приезжал в реабилитационный центр. Поблагодарить на акции, абсолютно бесплатно. Просто вот ребята пошли ему навстречу и говорят, ну если хочешь лечиться, давай лечиться. Вот он вспоминал, как тоже родители относились к тому, что он попал в эту сложную зависимую ситуацию. Родители? Родители только за. Да там мама, ну на самом деле мама отчаялась, я у нее как-то спросил, маму, говорю, ты вообще веришь в меня, то, что его брошено, она сказала, извини, Жень, ну нет. Мне сказали, нет, я говорю, что, нам не крест поставили? Они говорят, да что ты хочешь? Ты, говорит, уходишь, ты неизвестно, когда придешь или вообще вернешься ты. Да там последнее время пришел, и слава богу, уже просто хотя бы пришел. А вот это остальное все, уже как бы закрывают глаза на все. Мама устала, честно. Отец устал, все устали. Я боюсь так вот сдохнуть. Как-то, неважно где сдохнуть, при таких обстоятельствах. Ну то, что все вот, знаете, как вот некоторые там родители говорят, он не умер, он отмучился. На самом деле, вот это вот, многие думают, там кайфуют. Да нет, кайфуют первое время, потом мучаются. Ребята, вот это история, которая не имеет пока счастливой точки, да? Открытый финал, скажем так, у нее, да, наеду вам много? Ну, счастливой точки не имеет. Евгений с нами на связи, он периодически набирает, устроился на работу. Но ему очень грустно, что он ушел, и он бы хотел вернуться. Просто на сегодняшний день у нас нет места, куда мы его принять. Но, как говорит, не употребляет. Мы ему верим, конечно. Вот какая должна быть, Антон, отправная точка, чтобы... Ну, вот он точно утвердился, что, вот как Влад, ну не могу больше, не хочу, ну хватит. Я немного так с Евгением очень близко работал внутри. Он, наверное, так немного о нем расскажу. Он 10 раз собирался домой, видна была... То, что у него есть желание выбраться из этого, это очевидно. Он сам приехал, он 10 раз собирался домой, и 10 раз после наших разговоров он разбирал сумку и оставался. То есть видна была, знаете, такая внутренняя борьба. Одного его, одной части с другой, его внутреннего мира. Одна часть хотела, другая рвалась туда, откуда пришла. И все-таки он не выдержал. Безусловно, тут речь идет о какой-то внутренней борьбе, потому что как раз-таки позиции родственников и поддержки ее просто не было. Ну вот он как бы сам приехал, сам уехал. Один на один, по сути дела, остался со своими демрами. Один на один. Один на один. В таких случаях очень похожие ситуации, у которых есть поддержка родственников, они рабочие. Но здесь мы просто, вот говорю, сила воли в данном случае, она очень редко помогает, практически никогда. То есть наркотик, как правило, всегда сильнее. И вот он, я не скажу, что у него ее не было. Он реально 10 раз возвращался, да, он разбирал эту сумку. Это очень сильно, да, противодействовать этому. Но на одиннадцатый, к сожалению, он развернулся и уехал. Потом звонил, жалел, писал, но как бы... Вот то, что вы сейчас рассказываете, да, вы общаетесь, вы заглядываете в душу, вы смотрите, как у человека там происходит вот эта внутренняя психологическая борьба какая-то. Для многих, мне кажется, это, ну, по-новому вообще взгляд на проблему реабилитации, вернее, на ситуацию с реабилитацией, потому что многие думают, ну, чуть ли не принудительная, да, какая-то история, да, там... Вообще представление есть, что реабилитационный центр, это железная клетка такая, вот знаете, как в фильме «Родители» герой Париженкова запирает дочь у себя в квартире в железную клетку. Но сейчас реабилитационные центры уже совсем другие, совершенно современными программами. Мы сейчас в такой реабилитационный центр перенесемся и заглянем. С нами на видеосвязи человек, который вот в процессе лечения и уже в процессе ремиссии какое-то время находится, Артем Кухта. Артем, приветствую. Привет, привет. Артем, здравствуйте. Вот накануне тоже разговаривали по телефону, и очень оптимистичный, очень жизнерадостный голос разговаривал с Артемом по телефону. И мне даже захотелось на «ты» перейти как-то и дальше болтать, болтать часами. Артем, как настроение? У меня хорошо настроение. Ты сейчас в реабилитационном центре? Да, да, нахожусь в нем на данный момент. Мы не видим никаких железных клеток, мы видим, что все как-то, ну, как в квартире практически, да? Да, тут прям дом, час, тут все прекрасно, хорошо. Баня у нас все есть для полноценной жизнедеятельности человека. Артем, ну, наверное, нужно будет сказать о том, как вообще вот эта вся история с тобой приключилась, да? Потому что Артем у нас 1997 года рождения, молодой человек, да? И мы сегодня уже многие разные ситуации обсуждали. Как вот эта с тобой беда приключилась? Вот в какой момент дал слабину? Как сам анализируешь сейчас? Это произошло, когда мне было 14 лет. Была знакомая компания взрослых ребят, они лет на 7-8 у меня были старше. Ну, естественно, я их уважал. Мне казалось, вот они типа крутые, они занимаются тем, чем надо заниматься. И как-то раз они мне предложили. Я, естественно, повелся на поводу, не понимая, что это, к чему это приведет. И вот все, я попал в эту ловушку. Стоило раз-два попробовать, и я оказался на крючке. Тема, в 14 лет не было желания тогда признаться родителям, ну, кому-то из близких, чтобы помогли как-то. Ну, вот признаться, что ты попался на этот крючок. А так я не понимал даже, что это плохо. Ну, как бы слышал, это плохо, но со стороны-то, вот уличной стороны, выглядит все это позитивно, весело, забавно. Пока уже настоящие проблемы не начались, тогда, конечно, я сказал, что мне нужна помощь, я обратился к родителям. Но до этого много времени прошло, до этого момента. В этом вот вся коварность, что успеешь понаделать много ошибок, пока поймешь, что это такое. Артем, ну вот из твоей жизни, какой она была до попадания твоего в стенах реабилитационного центра, ты интересовался спортом, ты парень, который дружит с техникой, с технической головой, если можно так сказать. Да, и, наверное, ты бы мог сделать карьеру технаря, сейчас, наверное, уже как-то вот по-другому пересмотрел свои взгляды на жизнь. Насколько мы знаем, а ты теперь хочешь освоить парикмахерское искусство. Почему вдруг? Имеет, имеет место быть такое. Дело в том, что, конечно, у меня были интересы, но постепенно наркомания забирала силы, забирала мотивацию, гормональные сбои, и в итоге меня это полностью засосало, естественно, все остальное отодвинув назад, нормальную жизнь человеческую, отодвинул назад. Вот сейчас наступил момент, когда я возвращаюсь к нормальной жизни, я чувствую себя человеком, тут мне помогли. Обрести какую-то всеуверенность, то, что я действительно ценный член общества и могу им стать. Вот теперь я буду начинать что-то делать действительно хорошее, нормальное. У меня есть теперь силы, я набрался сил, энергии. Это стартовый скачок, который был очень нужен. Мы ждем уже в социальном нашем сообществе известного парикмахера, возможно, и стилиста в будущем Артема Кухту. Спасибо. Тема, а хочется создать семью в будущем? Да, есть желание. А ты признаешься своей второй половинке, что когда-то ты был наркозависим? Да, скажу. Ну что ж, мне кажется, и даже детям, наверное, скажу, попробую их как-то, ну, чтобы они на эту ошибку не наступили, на эти грабли. Буду с ними работать, воспитывать с уклоном на то, чтобы этого не произошло. Артем, мы сегодня еще обсуждаем, что близкие, родные играют, ну, чуть ли не первую роль в процессе не только выявления, да, в зависимости у своих родственников, там, друзей, близкого окружения, но еще и в процессе реабилитации. Вот эта история, она в твоем случае работает, да, близкие, друзья, они участвуют, помогают. Это большая работа, как говорил сегодня Антон Владимир в нашем эфире. Да, я думаю, что это ключевой момент, потому что родители имеют, вот они и могут воздействовать на человека. С ними большая связь, контакт именно эмоциональный, родственный, к ним хочется прислушиваться. Вот они имеют важную самую роль, выполняют в лечении, в принципе. Без них я бы, ну, мне бы не было так сейчас хорошо, как сейчас. Плюс я с ними устанавливаю отношения во время лечения, что очень важно. То есть тут меня не закрывают от всего мира, а я, наоборот, остаюсь в мире с родителями. И это очень положительно сказывается, потому что устанавливаются отношения в семье элементарно. Слушайте, какой позитивный парень, честность с собой. Какие же я вижу счастливые глаза, да. И вот что история Влада, что история Артема. Ну, это просто истории, которые должны дальше жить и дальше доказывать нам, что все возможно изменить в этом мире. Артем, хорошего дня, пока. Удачи, спасибо. Надеется, что еще встретимся. Спасибо большое, до свидания. Не только вот так виртуально, но и в реальной жизни. Ну, вот, знаете, подводя некий такой промежуточный итог нашему сегодняшнему разговору, да, мне кажется, вот, лично для меня это такое определенное открытие, насколько все стало индивидуально, насколько программы реабилитации смотрят на жизненные ситуации, насколько уникают родных и близких, да, об этом мы сегодня поговорили, что помните, не надо отворачиваться ни в коем случае. Никто, кроме вас, кроме семьи, родителей, не сможет помочь, там, своему ребенку это преодолеть. Это важная очень история. Хочу, чтобы отложилось просто у всех. Говорим сегодня о том, как действовать, когда вы столкнулись с случаями зависимости наркотической у своих родных, близких, друзей, да кого угодно. Куда бежать, что делать, какие действия предпринять. Вот мы с этого начали наш сегодняшний эфир, и мне хотелось бы, чтобы мы вернулись к нашему обсуждению. Мы себя сами поставили вот в такую отправную точку. Представили, что в нашей семье случилась какая-то беда. Что делать? Конечно, мы стали искать телефоны горячих линий. Сразу скажем, на первые две горячие линии нам не ответили вовсе, даже не подняли трубку, но мы на одну телефонную линию дозвонились. Дозвонились, и вот мы предлагаем сейчас посмотреть, а самое главное, послушать, как произошло общение Оксаны Ткаченко с оператором, потому что, как нам показалось, никто ничего никому не навязывал, никто не говорил, что срочно приезжайте куда-то, не называя каких-то адресов и так далее. Там действительно дали направление движения. Очень правильный конструктивный диалог у нас получился. Посмотрим. Добрый день, горячие линии. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот я нашла вашу горячую линию, ваш телефон в социальных сетях ВКонтакте. Я оказалась в таком положении, что я нашла у ребенка в кармане непонятный белый сверток. Для меня это как-то очень волнительно, непонятно, удивительно. И ребенок ведет себя очень странно. Что мне делать в таком случае, куда мне обращаться? Я не знаю, просто то ли в полицию идти, то ли в школу учится ребенок в 11 классе. Может быть, какой-то совет дадите, куда мне обратиться. Так, ну получается, ему примерно 16-17 лет, да? Да, 16 лет. 16 лет, да. А что он сказал на вашу находку? Я пока ему ничего не говорила. А, вы не говорили его, то есть просто нашли странное поведение. Так, смотрите, просто есть в обычных аптеках тест на наркотики. Так. Вот, его можно пообрести свободно. Да, в таком случае, как обычно поступают, да? Родители предлагают, да, своему ребенку, да, предлагают сдать тест на наркотики, чтобы удостовериться. Вот, тут сразу вы все поймете, да, если человеку скрывать нечего, то он легко это сдаст. Логично, да. Если человеку есть что-то скрывать, там, только единственное, когда будете с ним и разговариваете, что начинайте все и говорите, не ругайте, а то, что вы хотите просто ему помочь, что вам не безразлична его судьба, с позиции помощи, начинайте разговор, да? Что, ну, такая ситуация, я заметила, что у вас у тебя такое странное поведение, вот я сейчас тут обнаружила кое-что, давай, чтобы я была спокойна, да, и чтобы тебе, если что, я просто, ну, может быть, я зря тебя в чем-то, да? Подозреваю, думаю, да? Да, давайте, давай сделаем тест, вот, и если уже там, да, сделает тест, что-то покажет, там уже можно предпринимать следующие шаги, да? Вот, но сначала надо удостовериться, то есть это самый первый шаг. Вот, как делать дальнейшие шаги, вы можете также нам позвонить, и мы вас дальше уже направим, когда мы будем понимать, да, с чем мы имеем дело. Если есть реальное употребление, вот, и дальше вам расскажем, там, куда можно что-то обратиться. А вот я вам звоню из Нижнего Новгорода, у нас есть какие-то центры помощи? Ну, вот, опять же, говорю, там, по клиникам, по регуляции, каким-то, по психотерапевтам, но это уже следующий шаг, можно будет обратиться и, ну, именно это обсудить. Ясно, хорошо, спасибо большое за помощь, что подсказали, а эти тесты дорогие, не скажете? Они в свободном доступе в аптеке? Нет, они в свободном доступе в аптеке продаются, они дорогие. Смотрите, так же, чтобы у вас было больше информации по наркотике, я могу вам дать ссылку на интернет-ресурс, называется «Но нарко». Отлично. И там можно почитать прямо в статье, для родителей есть, да, если вдруг там подсказываете, да, и описание, как человек выглядит после потребления наркотиков, ну, чтобы у вас была визуализация какая-то. Если есть в WhatsApp, я могу данную информацию вам высказать. Ну, я услышала «Но нарко» я найду тогда в интернете. Хорошо. Да, и смотрите, там так же онлайн-чат есть, да, можете туда зарегистрироваться, задать вопрос, и вам так же ответят специалисты, просто в режиме онлайн. То есть, если вдруг нам не дозвонят. Ну, а так, следующий шаг, да, нам звоните тогда, и дальше мы вас уже скоординируем. Ой, спасибо огромное за помощь, поддержали, да. А то как-то я стесняюсь его спрашивать, а если есть вот такая возможность, то действительно мы с ним поговорим и решим. Ну, ты уже не подойдешь, не спросишь. Ну, как бы, да, даже близким друзьям не скажешь о такой проблеме. Да, да, так что, если что, набирайте, дальше все буду спрашивать. Спасибо огромное, все, всего доброго, буду знать. Ага, спасибо. До свидания. Мы специально, никакого монтажа, никаких склеек, вот этот разговор целиком без купюр, мы сейчас в эфире воспроизвели. Ребята, насколько грамотную консультацию я получила при этом телефонном звонке? Вы получили ответ на ваш поставленный запрос, прямой. Ну, то есть, потому что бывают тогда случаи, когда в ответ на вопрос начинают называть какие-то адреса, название конкретных организаций, вот подъезжать туда-обратно. Вот такое, наверное, лучше остерегаться, да, так или иначе, да? Ну, тут должна этапность быть вообще, вот, пришел запрос, вот у меня ребенок, я подозреваю. Логично его проверить и удостовериться в том, насколько это правда. Потому что, может, переходный вон, может, там переиграли, не знаю, футбол, выиграл, эйфория у него такая проходит, да, от выигрыша. Соответственно, нужно убедиться в этом и уже принять решение, что дальше делать. И Христина правильно ответила, что по готовности набирайте, мы будем разбирать вашу ситуацию дальше. И уже смотреть, куда что, какая локация, где вы находитесь, какой выход из вашей ситуации. Влад, никогда не пробовали позвонить на горячую телефонную линию за помощью? Не было такого в голове? Была такая попытка даже, но я набирал на горячую линию там сообщество одного. Даже ездил на группы, посещал, вот, и на какое-то время я оставался трезвый. Благодаря вот этому сообществу. То есть даже телефонные звонки помогают? Нет, ну там такое есть сообщество, там приходишь на группы, общаешься, как день прошел, как еще что-то, вот, помогают справиться. Вот, да, мне тоже мама скинула в WhatsApp, я долго не открывал, долго не набирал, думал, кто мне что там расскажет, вот. Но потом как-то решился, да, поехал, и какое-то время был трезвый. Друзья, у нас, конечно, вот время эфирное идет. Мы смотрели на то, как поставленный в ваших реабилитационных центрах процесс реабилитации, а там, знаете, все. От выходов на природу, от настольных игр, от какого-то общения. И рыбалка. Да, и рыбалка даже есть, в этом мы эти кадры тоже видели. Знаете, мы увидели, что в процессе реабилитации у вас очень популярная тема, это лепка из пластилина. Представим, что мы с тобой оказались, ну, не дай бог, конечно, вдруг жизнь так сложилась, да, в стенах реабилитационного центра. Вот перед нами Антон, вот перед нами Владимир, и они нам могут дать какое-то задание, вот, которое они могли дать людям, которые находятся на реабилитации. Попробуйте нам сейчас дать задание, за оставшееся эфирное время мы попробуем его из пластилина выполнить, друзья. Мы вас не подождали об этом, мы знаем. Можно слепить, допустим, животное, с которым вы себя ассоциируете. Попробуйте. Продолжается эфир программы день за днём, друзья. Мы переступили к выполнению задания, которые нам гости сегодня дали. Но самое главное, у нас и творческая составляющая, информационные, аналитики, мы добавили в самом начале нашего эфира, просветительская. Опять же, рекомендуем посмотреть фильм о родителе, очень интересный фильм, семейный фильм. Я думаю, что каждому нужно посмотреть. И вот у нас не случайно появилась такая доска здесь в эфире, потому что для каждого из вас мы хотим дать уже наглядную такую повестку, как действовать, если что-то дома пошло не так. Я предлагаю прямо сейчас нам вместе с вами, друзья, некий такой план выработать. Представим ситуацию, кто-то из наших зрителей сталкивается, подозревает, что сын уже попадает в зависимость, попал в зависимость сложной ситуации. Что делать? Шаг за шагом. Какие действия человеку предпринять? Предлагаю вам просто набрасывать варианты, а я буду за вами на вот этой вот доске записывать это все дело в прямом эфире. С чего начнем? Вот случилось. Давайте, наверное, первое обозначим, чтобы не переживать, не стрессовать, на горячую голову не принимать никаких решений. Не принимать скоропалительных решений, не переживать, напишите. Да, то есть не волноваться, проблема решаема. Успокоиться, не волноваться. Да. Пишу успокоиться, не волноваться. То есть действительно ведь очень многие начинают переживать. Волноваться. Это будет первый шаг для тех, кто вдруг посмотрел сегодняшний наш эфир, например, и потом понимает, что нужно что-то делать. Хорошо, второй шаг. Хорошо, успокоились. А дальше делать-то что? Ну вот передохнули, налей чай даже. Сбор информации. То есть открываем интернет и по косвенным признакам, которые, допустим, видят мама, папа в родственнике, в ребенке, начинаем прямо вбивать в поисковик и искать информацию, что это может быть. Что происходит с ребенком не так? Конечно. Ну что, мама беспокоит, ей нужно собрать информацию. Это не один сайт, это может даже 30 сайтов. Перечитайте, выбрать, вычленить конкретно нужное. Мы в это время уже ищем центры, которые могут нам помочь? Ничего не ищем. То есть здесь пока мы только пытаемся понять, что с ребенком, родственником, почему он себя так ведет, что это за странности поведения. Стоит ли на этом этапе обращаться, не знаю, к каким-нибудь психологам, психотерапевтам и прочим не знающим людям? Стоит, наверное, основной момент не провоцировать самого родственника, зависимого. Это будет третьим шагом, давайте. Или 2.1. Я думаю, что он будет вторым, а третьим будет сбор информации. Потому что чаще всего, когда родитель об этом узнает, родственник, чаще всего он идет непосредственно к человеку, который это делает и начинает, скажем так, с ним разговаривать. А простые разговоры, к сожалению, тут не совсем работают. Не провоцировать человека. Действительно, потому что, наверное, на этом этапе как раз можно поругаться очень крепко и вообще утратить любые какие-то контакты. Хорошо, значит, еще раз. Успокоились, собираем информацию, аккуратно общаемся со своим человеком. Наверное, не надо бегать, кричать, что что-то изменилось. Общаемся как общались, но параллельно наблюдаем за ним. Хорошо, это вот первые шаги. Дальше третий. Мы поняли, что происходит. Мы готовы действовать дальше. Да, обратиться к специалистам. Это может быть горячая линия, это может быть нарколог, психотерапевт, аддиктолог. Сейчас есть такая специальность, кто занимается девиантным поведением. И также проанализировать ситуацию, кто что скажет. То есть опять собрать информацию, кто как видит ситуацию. Плюс видение ситуации. Хорошо. На каком этапе уже нужно приступать к неким, не знаю, активным каким-то действиям? Может уже связываться действительно с реабилитационными центрами и так далее? Не действие. Тут, наверное, потом в кругу семьи важный момент – это принять решение, что теперь с этой информацией все делать. Решение семьи. Да, вот мы собрали информацию и теперь принимаем. Если это проблема зависимости, то ее нужно решать. Действительно, вот важный момент, я его даже отдельно выделю. Мы об этом сегодня говорили в эфире. Все это нужно делать консолидированно и всем вместе. Как я понимаю, не все до этого шага доходят. Родители иногда, наверное, где-то уже здесь начинают устраняться от решения проблемы и пускать ее на самотеку. Важно, чтобы это все-таки было решение семьи, в том числе, наверное, надо проговорить, что дальше действовать мы будем вместе с ребенком, прежде всего. Хорошо. Ну и, наверное, уже какой-то финальный какой-то шаг здесь нужен в этой инструкции. Что мы делаем после этого? Какой у нас следующий шаг? Если мы выявляем, что ребенок зависимый, выбор программы реабилитации. Выбор программы реабилитации. Главное на всем этом пути своего близкого человека не оставлять в одиночестве, потому что очень важна поддержка, поддержка близких. Как на примере нашего сегодняшнего героя Влада мы поняли, что вот то, что мама переживала по поводу его состояния, не подвести маму, не подвести родителей, это очень-очень важно. И кажется, если даже что ваш сын, ваша дочь как-то не обращает внимания на ваши замечания, это не так. Это просто сложное психологическое состояние, которое нужно побороть, может быть, в какой-то степени перетерпеть и человеку обязательно помочь. Ну что ж, я думаю, инструкция получена для наших зрителей. Кто-то, может быть, ее запомнил, записал. Мы можем плавно двигаться к подведению итогов. Знаете, вы пока обсуждаете. Пока ты был занят делом, да, и составлял вот эту такую памятку, очень важную, конечно, для нашего эфира, мы с Владом лепили из пластилина. Кто в силу талантов что мог? Я тоже к вам присоединюсь пока. Влад, что получилось? Получилась белочка с орехом. Вот у Влада очень хорошо с моторикой, потому что я сейчас покажу вам свои результаты, и сразу будет... Да, я вот тут тоже хотел спросить, что это такое. Насколько у человека творческий подход. Антон, а вы как педагог-психолог, как можете оценить творчество Влада? Ну, я, кстати, начну с того, что про моторику, что действительно это развивает моторику, потому что когда человек употребляет вещества, у него эти функции, они страдают. И чаще мы можем увидеть. Оксана, напрягись, потому что у тебя с моторикой явно что-то не то. Поэтому это такая самая поверхностная цель, это развитие каких-то вот таких вот самых простых вещей. Чаще всего мы проводим такие... Это называется работа с образами. Она там служит и улучшением взаимодействия, и сплочению коллектива, когда они вместе особенно что-то делают, лепят одно что-то общее. Безусловно, это сплочает. Ну и в-третьих, если про образы, то, как правило, человек, который выбирает животное, которое он лепит, он себя с ним пытается ассоциировать. Чаще всего. И, безусловно, это дает определенную характеристику. Может дать. Не во всех, конечно, случаях, но может дать определенную характеристику. Если человек рисует орла или медведя, мы можем понять, кем он хочет быть внутри, как-то его внутренний мир. Понять по вот этим вот... То ли где-то высоко лететь, а то ли все-таки поближе к земле. Это называется работа с образами. Выбор цвета имеет значение? Потому что мы с Владом чуть не подрались за рыжий именно материал, за рыжий пластилин, оранжевый, такой яркий, сочный. Хотелось нам красок. Конечно, выбор цвета это тоже отчасти... Ну, тут нельзя прям так сказать, что вот этот цвет, это вот так вот. Нет такой математики в этом. Тут, безусловно, мы должны отталкиваться от самой личности и что он делает. И как этот цвет мог бы с ним ассоциироваться. Как правило, когда ты с человеком работаешь уже какое-то время и его знаешь, безусловно, эти вещи, они тебе о многом говорят. С первого раза никогда я в своей практике не провожу сразу работу с образами, потому что я человека еще не знаю. Поэтому вот здесь очень такой тонкий момент, чтобы мои слова сейчас... Вот красный, это значит там агрессия. Ни в коем случае. Это может быть просто вот такое вот, как скажешь, настроение. Все ситуативные истории. Мы с вами тоже мало знакомы, Антон, но тем не менее попыталась изобразить рыжего кота. И мне почему-то очень хотелось, чтобы этот рыжий кот был под солнышком. Вот не знаете, откуда это желание? То ли зима и не хватает ярких солнечных лучей, но вот очень хочется, чтобы сияло солнце. Я посмотрев на это произведение, я его так назову, мне почему-то радостно стало, вот честно. И чаще всего в работе с ребятами нужно не только отталкиваться от сухой информации, а нужно чувствовать. И я вот сейчас так наглядно продемонстрировал, что вот этот рисунок, он что-то такое вот вселяет радостное. И от этого ты тоже можешь отталкиваться и понимать, что происходит с человеком. Я смотрю на свое творчество, оно почему-то в бело-черных тонах. Я объясню, почему это заяц, который, знаете, застрял где-то между осенью и зимой. Еще не поменял цвет шкурки. Еще не полностью, да, такой полубеляк. Но я объясню, почему белый. Ну, во-первых, весь рыжий забрали гостя нашего сегодняшнего эфира. Во-вторых, я очень хотел, чтобы он был чистый. Слушайте, я прямо сейчас сам проанализирую, мне кажется, то, что он сделал. Заяц, который пытается стать белее к зиме, может быть, чище, а может быть, нет. Может быть, вот сейчас Антон меня поправит, что-то здесь нет. Без комментариев, по-моему, это выстрел яблочко, да. Вот, пожалуйста, зайчика я вам потом подарю после эфира. Будем надеяться, что весь наш сегодняшний эфир был вот как раз в яблочко, что мимо вас он не прошел, потому что мы очень хотели, чтобы он запал в душу каждому, кто посмотрел сегодня наш эфир и был в течение этого эфира. Мы надеемся, что все, что мы сегодня вместе с друзьями наше стоит говорить, для вас было полезным. У нас есть инструкция, мы поняли, как действовать, мы поняли масштаб, объем проблемы. И я думаю, что многие, кто сегодняшний наш эфир посмотрел, ну, как-то по-другому. Придут некую ревизию своего мировоззрения относительно этого вопроса и что-то в своей жизни не поменять. Друзья, вам отдельное спасибо каждому из вас и всем, кто был сегодня с нами на видеосвязи, за откровенность, за честность, за чистость, чистоту, потому что в таких вопросах это важно. Спасибо большое. Я предлагаю нам всем сегодня на этой ноте программу день за днем завершить. Друзья, берегите себя, берегите близких. Помните, никогда нельзя устраняться от проблем, которые, может быть, кому-то покажутся чужими. И до встречи в прямом эфире Нижегородского телевидения. Субтитры подогнал «Симон»